Так, друзья, немножко про яблоки. Грушами надоел. Так, сегодня у нас конец августа, двадцать восьмое, кажется. Значит, собираю вот те, видите, не очень качественные. Это фактически выбракованные мелбы красные на семена. Это патинка, вовремя не собрали. Вот эти вовремя собраны. Здесь вам и мелба. Вот. И белоснежная кондиль. Вот здесь вам и розмарин. Здесь вам... Вот, чего тут только нет. Поняли, да? Идем дальше. Это что, для чего вот это я собирал? Сейчас оставлю открытую дверь. Это жарко сильно. А вот сегодня опять жарко. Интересно, когда закончится. Пёдор вот такой. За сорок лет невероятно тёплый. Такое впечатление, что это уже не Сибирь вовсе. Сейчас мы быстренько пробежимся и попадем в небольшую яблоню в рай. Яблоню рай. Я его калечу. Потому что с каждого дерева берутся черенки. С каждого. Не пропускай. Иначе просто не выжать. Это и на маточный сад он такой. И на прививку, и на продажу черенков. Проходим мимо Антоновки обыкновенной. Показывал вам. Это я начал собирать. Начало падать. Баргузин колновитный. Вот он, баргузин колновитный. Вот. Это начало падать. Только первые упали. А я из земли собираю немножко. Жалко. Из дерева. Хотя я калечу плодушки. Видите? Вот. Это Голден Дэрис. Но неправильно. Так. Неправильно. Потому что его никто не признаёт. А так как яблоки достигают где-то... Яблоки достигают где-то 500 грамм. Но я не обижаюсь, что он неправильный. А, 500. Даже 550 было. Смотрим дальше. Итак, сегодняшняя тема это... Вот они, эти два дерева. Это... Это бешерки тайка. Я начал собирать. Видите? Вот я думаю, ну вот невзрачно. Что я буду показывать? Сало как сало. Вот. И вдруг... Здрасте. Вот такие они должны быть, если бы здесь было солнце. Давайте смотреть агротехнику. Вот. А на солнце ещё... Сейчас только где-то 12 час. Вот. Она идёт на запад. Ещё час-два и здесь будет полная тень. Из-за этого ни черта до такой степени не вызревает. Вот это должна быть какая. Это гордость Мичурина. Лучший шорт Мичурина. Это сборная профсоюзов. Это гены нескольких сортов. Это особая работа. А на дереве у меня, получается, там огромные, невероятные, до 15 метров, деревья задичавшие у соседа. Сца своему небесная. А здесь из-за тени. Ну, в лучшем случае, вот такие вот. А фактически они лежат, лежат, виднее висят, висят. И остаётся зелёными аж до самых морозов. То есть, играет роль зимних яблок. Итак, рассматриваем. Вот такая у них форма. Вот. Их невозможно спутать. Вот. Вот такая краска. Если бы это дерево обливалось бы солнцем 24 часа. То есть, она была бы никем не заслонена. И тут здоровенные деревья. Сейчас я... Надо мне от другого ракурса показать. Вот эти грядки эти. Глаза бы их не видели. Вот сколько рук оборвал. Всего две руки. Чуть их не оборвал с лейкой. Смотрим отсюда. Вот. Отсюда заслонила. Она так быстро росла. Двенадцать лет. Моя уссурийская груша. А как растёт. У-у-у-у. А вот это соседский заброшенный сад, смотрите. Огромные деревья. И теперь получается... Вот ещё немножко солнышка. И вот видите, на солнышке есть красота кое-где. Румянец. А так всё. Полностью. И там много плодов. Но их не видно. Они зелёные. Ну, ещё раз. Вот она, бельфор Китайка. Полюбовались. Вот. Садите, я всегда говорю. Садите на солнце любое дерево. Любое. Вот, допустим, посмотрите. Видите? Даже... Антоновка 400-граммовая. Сейчас я ближе подойду. Вот. Благодаря тому, что тут солнце чуть побольше, умудряется слегка разоветь. Не имеет права. Ну, что ж, не имеет. Вот что делает солнце. Смотрите. Видели? Антоновка 400-граммовая. Начинает разоветь. Вот она падает. Значит, это... Ну, это ясно. Падают такие. Какие потревоженные этими, видите, насекомыми. Вот. Обязательно. Сейчас покажу, как это выглядит. Сейчас найду для вас специальные следы преступления. Итак, я ещё созревать-созревать. Ещё месяц висеть. Но... Но солнце начинает разоветь. А почему я говорю 400-граммовая? Ну, придётся поверить на слово. Почему упала? Почему до 400-граммовая не затянула? А её укусает. Это не подумайте, какие-то болезни. Это выдумано. Ещё киломен. Ещё киломен. Ещё киломен.